Александр Бурков проверил, как идет строительство социальных объектов в регионе. Свою рабочую поездку губернатор начал с визита в Ясную Поляну. Здесь возводят школу и детский сад. Такое внимание не случайно. Глава региона уверен, именно с образовательных учреждений начинается развитие микрорайона. К строительству школы приступили в конце февраля. Согласно контракту, закончит работу на объекте подрядчик должен в июле 2024 года. Сроки поставлены так, чтобы юные жители Ясной Поляны, а их около 700, 1 сентября сели за новенькие парты. Мы комплексно подошли к решению проблемы. Школу на 1122 места и детский сад на 310 мест. Деньги в бюджете предусмотрены. Школа выйдет порядка миллиарда 400 миллионов. Проект уже типовой. Такая школа у нас построена в Амурском-2, которая получила название «Школа мечты». Когда стали приезжать люди, прописываются в Амурском-2 для того, чтобы их дети попали в данную школу. Школа хорошая, с большими спортзалами, с большими рекреационными зонами. И, конечно же, я понимаю, что эта школа будет радовать всех тех жителей Ясной Поляны, которые ждут уже многие годы этот объект. Для теплоснабжения двух новых зданий к местной котельной сделают пристройку. На модернизацию систем выделят около 112 миллионов рублей. Губернатор поставил задачу подать отопление в школу еще до ее открытия. Следующая остановка в ходе рабочей поездки «Черлак». Здесь по нацпроекту возводят еще одну школу. Под пристальным вниманием объект оказался после расторжения контракта с прошлым подрядчиком. Свои обязательства он не выполнил. С августа 2022 на объекте работает другая компания. Ежедневно на площадке трудятся больше полусотни человек. Строительная готовность достигла 70%. Я считаю, что развитие любого села, любого населенного пункта, оно лучше будущее смотрится с крыльца новой школы или нового детского сада. Если такие объекты строятся, значит будущее у этого населенного пункта, у этого муниципального района, оно есть. И оно будет действительно светлым и радостным для тех людей, которые рождаются в этом районе или в этом населенном пункте. И будут в дальнейшем жить, учиться и работать. Для оснащения будущего учебного заведения уже закуплены книги, музыкальные инструменты, спортинвентарь. Школа почти готова распахнуть двери разом для всех местных детей, которым сейчас приходится учиться в две смены. Кроме этих успехов, губернатор особенно отметил помощь, которую бизнес и меценаты оказывают социальным учреждениям. Как пример, капитальный ремонт детского сада в селе Соленое. У здания 1963 года постройки отреставрировали фасад, заменили кровлю и окна, систему отопления, канализацию и водопровод. Воспитатели и родители до сих пор не могут поверить, что сад так преобразился за короткое время.